как обо мне беспокоиться тут все это чтобы не застукали я думаю что фильтруй базар такой у нас такого не было сейчас же это такой русский язык послушаешь новости думаешь не сойти ли мне срочно с ума чтобы понимать нормальный человек не может такого наговорить да я хочу упорно говорю про еврейскую традицию я хочу кое-что показать и объяснить что я показываю значит сейчас я просто покажу что я хочу показать вот смотрите это файл он на иврите не пугайтесь дело в том что я его там я хотел иметь готов хорошую таблицу периодизации кончилось тем что я ее вручную делаю такую таблицу но так как нет я привык работать аналогической таблицы перед глазами в обязательном порядке когда про историю идет речь потому что время от времени читаешь книжку и диву даешься автору что он просто не посмотрел что у него не сходится хронология а вот что он путает что было раньше что позже ну и захотел иметь готовую таблицу ничего не нашел ни одной хорошей таблицы не нашлось вот в результате вручную но это не то что я делаю вручную совершенно другая вещь одна из табличек которая была называется вообще-то эта таблица называется шашелы дгодород я никогда не знал как хорошо переводить на русский цепь поколений вообще-то дословно если перевести ну вот переход от одних важнейших авторов другим и вот смотрю на эту таблицу это таблица решений значит периодизация для тех кто еще не выучил я замечу следующее что периодизация выглядит так что у нас есть авторы значит ну талмуд танаи амураи да за ними робейну савураем где-то полвека 60 может быть лет затем идут гаоны приблизительно до тысячного года а за ним идут решены решен ним а потом а хроним значит решен ним это опять переводчики путаются здесь хорошо перевести трудно древние давайте так древние авторы и новые авторы а хроним это последний значит есть формальные признаки перехода точнее эти признак вот перехода от гаонов к решенным вот здесь сверху на той таблице которую вы видите самая верхняя черта ну там гаона там таблица гаонов перед этим идет раф гайгаон вот раф гайгаон это звено вот чем хороша слова цель в данном случае это звено раф гайгаон в некоторых отношениях гаон а в некоторых отношениях решен разница между решенными и гаонами она обычно то что гаоны не пишут комментарии вот это правило такое поэтому те гаоны которые пишут комментарии к талмуду называется решен хотя у него в титуле стоит гаон а гаон был гаоном он занимал должность главы дешевы багдадской и он был формально гаоном но он считается решен потому что он писал комментарии к талмуду а вот с этого момента начинается решение и соответственно ну вот для того чтобы дата которая там стоит там дата по еврейскому календарю стоит сотворение мира значит для перевода надо вычесть 3760 лет значит ну соответственно у нас получится тысяча тридцатый год приблизительно там пишет ну да тысяча сортовой год давайте 1040 год 1 040 вот для того чтобы было понятно раши умер в тысяча сто пятом но он не значит здесь разделить но дело в том что вот когда вы смотрите эту таблицу я замечу я эту таблицу взял ну на весьма хоридимом сайте а слова хоридима мне нужно комментировать нет не нужно я взял на весьма хоридимом сайте вот чем удивляет таблица вот давайте вот я хочу обратить внимание вот разница между хоридимный сайт и то чего я делаю кого нету вот смотрите в испании есть робейну хананель есть риф риф это робейну альфаси робе и цикак альфаси есть римми гадж за ним идет это учитель папы рамбома то есть это учитель этого самого робе маймона принято так как это публика регулярно плохо помнит хронологию тот считается что римми гаш учитель маймонида робе муше бен маймона но дело в том что робе муше было семь или восемь лет когда умер римми гаш поэтому это ни в какие ворота но тут надо заметить я знаю откуда ошибка то все собрам регулярно пишет мой учитель и наставник римми гаш он регулярно пишет но точно также пишет что его учили наставник робе и цикак альфаси который еще раньше поэтому это нет он имеет виду учителей своих учителей конечно же рамбом робе муше бен маймон далее у нас идут рожба и ритба значит ритба это рабе емтов и жбили не подумайте что он грузин швили это не грузинское хозяин а это из севилии это севилия в рабе и шимон бен адрат значит кого нет вот теперь смотрим так что у нас в провансе значит кого нет давайте вот вот это я не случайно таблицу взял потому что мне она примечательно кого нет вот это замечательный вопрос кого не хватает ответ не хватает иуды галевий здесь вообще нет не хватает и бенезры нет ни одного итальянского из равов например рабе авадия сфорно просто ни одного куда-то пропало все семейство клонимусов а это 6 что ли поколение в итальянских а потом германских равинов нету рабе и гудыга хасида просто вот нету и все него отца не его самого не рабе и ну из вормуса никого этого нет ашкина зато у нас буйно наполнен значит рабе и куда сэрлеон но теперь давайте я хочу проверить вот кто кого вы из этих людей знаете ладно рабе но там это все понимают это внук раши и это супер гений один из главных то софистов риха за кэн это рабе ну и цех старший это тоже один из главных то софистов это вот этот вот ряд да райвуд почему-то занесен в прованс хотя он итальянец конечно же но ладно почему бы ему не быть правая провансе райвудов было трое вообще-то их принято говорить 1 2 3 но райвуд который занесен прованс вообще-то паскера находится в италии значит но вот дальше идет следующие фигуры рабе куда сэрлеон кто-нибудь знает кто это такой рабе яхер мипа из парижа мы храм из ротенбурга а это рабе номер морга из ротенбурга рабе александр зуслин рабе мэйр из вины из вены совершенно замечательно фидуэр рабе давид табли рабе яков поляк фольк его принято произносить но он поляк конечно же замечу я не сомневаюсь ни секунды что последние начиная от рабица к шарай дура ну и рабе скорее всего собравшиеся просто не знают кто это такие зачем я показываю эту таблицу вот теперь вот ради чего это таблица я кончаю эту самую показывать ее зачем такая таблица и что это за таблица и почему она такая странная потому что если я дальше начну крутить ее туда же начнутся хроним значит формально признак деления на решение мы хроним формально есть имя которое надо ставить и это очень неожиданное для большинства народу будет имя это махарша значит это комментатор таллуда который в основном комментирует а году при этом более известен как комментатора годы и он является промежуточным звеном между первыми и последними на самом деле все куда проще граница между первыми и последними проходит по шульханару по книжке шульханару в чем разница вот теперь принципиальный момент разница состоит в следующем те кого считают решение с ними запрещено спорить сохраним можно спорить махарша считается первым и сохраним вообще но с ним спорить не принято что значит нельзя спорить означает что если вам не нравится то что говорит автор вы не говорите что он не прав а ищите того кто вам понравится и либо ему приличествует умолчание его мнение вы молчите про то что существует такое мнение либо говорите что я выбираю мнение таком значит вдруг другой формуле то же самое решение существует для того чтобы их понимать они для того чтобы с ними спорить это правильно вся эта таблица которую я старательно показываю как это ни странно это очень просто это люди не мыслители а галахисты таблица которую я в данный момент вот вам показывал этот галахическая традиция как идет традиция галахи кто является узловыми точками в таблице галахи по-другому вот когда вы ссылаетесь на шульхана рух и изучаете галахическое решение то это вот перечисленные здесь лица это те на которых ссылаются и которые являются основой для галахических постройки по этому поводу вот что здесь довольно принципиально для ешивы который мысль еврейскую не изучают вот эта таблица важнее для них важнее именно галахическая передача галахических галахической информации потому что в ешиве заниматься в головах я здесь и по ну сфере своих интересов естественно чаще говорю именно о развитии еврейской мысли они глухи поэтому как бы в этой таблице мне не хватает безусловно сильно не хватает ивенезры потому что на мой вкус это важнейшая фигура и хотя ее не очень принято изучать но он является исторически вот смотрите я несколько раз проговаривал что есть лица которые безумно важны как историческая фигура даже важнее чем труды их влияние вот круги которые идут от них круги по воде они до сих пор эти волны не утихли и вот таким человеком является и бенезра при том что например люди знают и бенезру только по его комментарии его комментарии к торе ну и к танаху причем в смысле уважения первой раши так вот рамбан как бы более уважаем даже чем он в некоторых отношениях хотя есть но даже не знаю как сказать у ивенезра история выглядит так есть периоды когда он становится комментатором одним из важнейших комментаторов есть периоды когда о нем партизов его это идет какие-то исторические волны и ивенезр вот такой он иногда на гребне и на него начинают вдруг все ссылаться а иногда он почему-то исчезает мне не хватает здесь конечно ягуды глибинь мне не хватает арбейну баха бах я который хавод халвавод обязанности рец ну и так далее и так далее но еще вот для людей которые это составляли вот это важный момент эта таблица важнее чем вот эти лица и вот эти люди куда важнее чем те кого я упоминаю вот например вот здесь вот замечательная фигура про бияков поля вот это замечательная фигура вы понимаете человек не оставил книг он оставил учеников которые непрерывно на него ссылаются он не оставил письменных он не письменных но он основал школу польскую школу гласическую которая является одной из ну самой важной самой важной части польской школы поэтому он там есть хотя книг у него нет вот вот это как бы распадение шашелот годород цепи поколения я считаю что надо держать в уме значит вот обратите внимание на то чем конч а извините я таблицу убрал вас значит вот например решением в данном случае автор помечает последняя метка вдруг поставят историческую ссылку герус фарад изгнание из испании ну собственно испанская школа на этом кончается естественно потому что в тот момент когда не остается испанских евреев королевство обеих кастиль то испанская школа на этом благополучно прекращается и появляется сифардская школа но она сложная тема в основном это марокко в начале но вот это надо просто вот просто иметь в виду что есть некоторая цепочка именно передачи галактических знаний которая разделена при этом я хочу заметить одну довольно любопытную вещь что среди тех кто является узловыми точками передачи еврейской мысли значит 1410 это соответственно на еврейское исчисление 1410 это соответственно 5100 вот где-то вот тут значит среди тех кто занимается еврейской мыслью за одним единственным пожалуй исключением а именно рабе муше бар нахманом то есть рамбаном нету каббалистов и вот это может быть интересный момент среди вот те кто оставил работы именно связанные с еврейским мировоззрением каббалистов нету зато каббалисты есть всегда среди галахистов вот это 5 если кто-то понимает как это может быть почему те кто занимаются философией и метафизикой не занимаются каббалой как бы каббала неинтересно это старая традиция еще саде эгоона который каббалы категорически отказываются заниматься и просто когда они заходит речь он говорит что за завесу не заглядываем вообще запрещено среди них нет каббалистов а вот среди вот я главный главный важнейший фигур в истории каббалы рабе мошебен нахман который в комментариях которые регулярно цитируют какие-то труды подозрительно совпадающие с зохором зохор это собственно именно в поколении рабе мошебен нахмана рамбана 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 рамбан но рамбан рамбана зохор был открыт и началось массовое изучение зохора рамбан рамбана и цех сагин нахор является каббалистом вот среди тех кто здесь упомянут рамбан натан с одним из крупнейших каббалистов всех времен вы долго будете смеяться является рабе и цех корок создатель Шудханаруха. Он признанный каббалист в своем поколении. Причем главный он глава каббалистической школы. Он глава каббалиста вообще-то был. Признанный всем. То есть, вот это опять. Каббалисты, они идут именно вот в эту сторону. Как правило, совпадают. Есть исключения. Есть чистые каббалисты, типа Раби Абрама, Абула Афия. Ну, опять я не буду пока имен говорить. И это не очень важно, потому что каббала – это отдельная всегда тема. Но как бы у нас получается три цепочки. Цепочка вот тех, кто занимается еврейской мыслью, типа цепочка тех, кто занимается галахой, типа цепочка каббалистов еще есть. Значит, я хочу остановиться на одной вещи, которую обычно редко почему-то обсуждают. И я... То есть, как? В ученых кругах это обсуждается довольно часто. А вот в... в других кругах почему-то это довольно редкая тема. А именно есть люди, есть движение, которое называется Хасидей Ашкинас. Теперь вопрос. Кому-нибудь что-нибудь говорит оборот Хасидей Ашкинас? Германский хасидизм. Вот. Сколько народу... Что? Игуда хасид. Игуда хасид. Ну, естественно. И не забудьте его отца, этого савоша, рабейну Шмуэля. Рабейну Шмуэля. Он тоже хасид. Значит, это вообще вот эта история вот тот, кто читал книгу есть так называемый Сафер Хасидей. Это главная книга Раби Игудыха Хасида. У меня вот, наверное, лучшее издание на данный момент. Издание Маргулиса. Дело в том, что эта книга существует, ну, вот это современное издание, оно с хорошими примечаниями довольно, с указанием источников там, где надо. Ну, и вообще Робейн Маргулис, он блестящий совершенно человек, который способствовал изданию кучи всех хороших вещей, человек энциклопедических знаний, и который занимался изданием, подготовкой к изданию книг, которые практически забыты. И довольно много таких книг издал, потрясающая личность, а его статьи читать их немного, но те, которые я читал, это большое удовольствие. Умница. Ну, то есть, вот такой вот человек. Он, ну, как называется, человек, который подготовит книги к изданию, то есть, проверяет по рукописям и дает аппарат справочный. Вот. Он, ну, Маргулиот, и зрителя его называют, он более-менее современный человек, но Маргулис, естественно, вы же сами понимаете. Значит, эту книжку, ее очень интересно читать. Вообще, она существует в двух вариантах. Она существует в двух изданиях, в ней не совпадают. Нумерация, но ссылки даются, кстати, ссылки всегда даются именно вот на это издание. Вот именно на это издание. Мне вообще-то положено давать ссылки на него. Это, значит, есть специальные таблицы для проверки соответствия двух изданий. и я сейчас не буду рассказывать. Вот. Вообще, история интересная, потому что вообще-то Хасиды Ашкинас начинаются в Северной Италии. Род, да, они из города Шпрее, их основное место Регенсбург и Шпрее. Это Германия, два основных города, и там у них гнезда. Но они, значит, туда попали где-то в 11, может быть, 10 веке это семья клонимусов. Семья клонимусов это род, который, ну, если там грамотные, вы поговорите с грамотными евреями, этот род известен, потому что там было несколько поэтов, которые писали, сохранились и даже в Йом-Кипур там читают и в Рошашана читают некоторые их пьюты. Пьюты это гимны, давайте так переведем. Значит, но они были галахистами, но бесписьменными. То есть как бы то есть у них были школы, но они не писали книг. Род очень сильный и, собственно, говоря, главные германские, значит, вот германские, когда говорят о германском еврействе, то там как бы две линии. Одна линия Раши и это этот самый Реймс, Реймс, туда, ближе к западной стороне, а вторая это северная Италия, это Шпре, вот туда. И это из Италии идет, то есть как бы вот идет в двух направлениях. Более того, например, вот про Германию довольно долгое время, я читал несколько работ на тему того, кому они были подчинены, вот когда было разделение подчинения общим ешивам, то были списки, какие страны, в какие общины ешив пишут запросы еще во времена Гаона. И есть большой спор, под чьим влиянием находится Германия. То есть ясно, что какое-то время Вавилон, ясно, что какое-то время Эрит Исраэль, Палестина. Дело в том, что итальянская община, я подозреваю, что это связано с тем, что современные, особенно израильские авторы, плохо чувствуют древнюю историю Германии и как бы всю Германию считают единой. А Германия, это же много германских княжеств современных запамятных. И еще большой вопрос, на одном языке они говорили, хотя все эти языки считаются немецкими, но они регулярно друг друга не понимали. Сейчас там идет какая-то унификация языков, но скажем, еще в книгах 19 века жалобы, что переехав скажем, из Мюнхена в Киль, женщины никого не понимают здесь вообще. То есть просто никого не понимают. Совершенно другой диалект, которая половины слов не знает этих. Это еще 19 век. Такие жалобы, причем ближе к концу века. Это сейчас под влиянием телевизора, радио, какая-то идет унификация языка. И я подозреваю, что это связано с тем, что вот эта северная часть Германии идет влияние через Италию, а это влияние Рецисраэль. А западная часть идет влияние через Прованс Испанию, а это Вавилония. И вот там они соединяются в Германии. Там две как-то школы соединяются. Значит, итальянская Абхина, я несколько раз говорил, это, ну, как в таких случаях выражались мои учителя, Брия-Бифне-Ацма, отдельно существующее существо, она ни на одну другую общину не похожа, это интересная очень община, именно итальянская, но северная Италия скорее германская, сегодня, но ровно потому, что это германская итальянская, североитальянская. Значит, и род Колонимус переезжает в Германию и там создает некоторую довольно любопытную группу людей, у которых существуют свои обычаи и свое такое весьма специфическое отношение к жизни. Вот это специфическое отношение к жизни, просто взгляд на жизнь, как раз Сефер Хаситим и книга этого самого Эрабелязара из Бюрмзея. она является в некотором случае ключевым для понимания. Опять, насколько там, сколько они, сколь они галахично сказать трудно, потому что ну, они, там есть галахисты среди них, но нас интересует другой. они собственно в письменном виде это первая морализаторская литература в Израиле. Вот книги, которые ровно посвящены вопросу, как себя правильно вести. Не как правильно видеть мир, не как правильно соблюдать галаху. Вот представьте себе книгу именно морализаторского плана. Я понимаю, что обычно такие книги мало кто в состоянии читать, скажем. Вот у меня есть добрый знакомый, который утверждает, что он последователь Раби Салантара. Это еще один такой морализаторское учение движения мусар, мораль. Я не в состоянии вообще-то обычной мне очень тяжело читать такие книги. Хотя среди них есть, например, в нашем поколении, в нашем, в моем, не в вашем, а в моем. Он чуть-чуть старше, чуть-чуть. Он скорее поколение моего папы. Это Мехтав Илья Гораби Илья Гудрес Илья 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 Гудрес Илья Гудрес Илья Это морализаторская литература, но это очень светлый взгляд, и он мыслитель хороший. Обычно такие книги читать тяжело, главное, неинтересно. Нет, я ничего против чтения таких книг не имею, у меня дома есть некоторая коллекция таких книг, типа Дер Хашем, такие книги писали довольно великий автор, например, то, что я сейчас упомянул, это Лу Цато, то есть такие книги писали великие люди, и некоторые из них довольно интересные, и в конце к этому же жанру литературы принадлежит, но обычно их читать интересно только если автор предваряет или прибудет обоснование как надо жить, как-то основываясь на представлении о мире и описывает мир, как он его видит и как он считает нужным видеть. Вот в этом смысле Саландера читать неинтересно, он неинтересен, а вот Элья Гудреслер безумно интересен, и он все, что он пишет, это просто хорошо, это интересно, это всегда глубоко и четко видно, как он видит мир. Так вот, как раз Сефер Хасидим первая книга именно вот этого жанра, но если там есть хавод-халмавод обязанности сердец, в том же ключе книга, тоже можно считать, но она скорее такая философская книга. Так вот, Игуда Хасид написал вот это замечательное произведение Сефер Хасидим, значит, главное, что есть, значит, Шмуль Хасид, главное, что есть, для дальнейшей еврейской истории, именно отсюда появляется вещь, которая называется квот-ха-ше, вот эта идея, проработанная хорошо, идея квот-ха-ше. Изложена эта идея, как это ни странно, в молитвеннике, а именно в пиути анимзмирот, значит, ширка кого-то она называется, это вечная проблема, то, что ты знаешь наизусть, в общем, регулярно ты не знаешь, где это в Сидоре. чисто. Правильно, она вот где она спрятана. Значит, дело в том, что у Раши эта идея, и она на самом деле довольно древняя, и проблема вот какая. Она на самом деле проблема, она скорее каббалистического толка, но ее решал уже Саади Агаон, конечно же. Проблема выглядит следующим образом. Давайте я некоторую главную позицию изложу. Хасидеяшкинас, вот давайте я чуть-чуть с другой стороны сейчас зайду, минуточку, я прервусь, я скажу следующее. Дело в том, что когда читают Раби Эгудуга Хасида, то хорошо видно, насколько он, вот я даже не знаю, какое слово здесь употреблять, это не мистика, это куда более простая вещь. Вот как вы называете человека, который живет в мире, где живут лешие русалки, духи черти, где существуют колдуны и ведьмы. Вот я не знаю, это можно считать, что это мистик? Или все-таки мистик предполагает несколько иное? Вот когда читают Игудуга Хасида, то ты хорошо видишь, что мир, в котором он живет, все это существует. Причем существует как реальность, как простая данность, где существует, как простая данность, магические практики. Причем не, скажем, вот никак у современных людей, которые, если они верят в такие вещи, они обычно говорят, бывает. Ну, некоторые говорят, я там свидетелем не был, но я верю, что бывает. Некоторые говорят, что есть некоторый опыт, но как бы не очень любят распространяться на эти темы. А Хасиде и Ашкина жили в мире, где все это есть. Где амулеты, я потом амулеты имею в виду камеи, да? Камея, ну, вообще камея – это рука дословно. Это арамейское слово означает ладонь. Это не греческое слово, это арамейское слово. Камац, вот тот, кто слышит слово камац, горсть. Камея – это ладонь. Значит, где есть всевозможный сыгулот, где, когда люди идут лесом, то для того, чтобы спастись от злого духа, они там произносят некоторый надговор. Вот Хасиде и Ашкина живут вот в этом мире, вот в таком вот мире. И вот когда там читаешь Иуду Халеби и Иуду Хасида, то вот мир, в котором живет… Вот давайте я просто для сравнения. Мир, в котором живет Иудах Халеби, ничего подобного просто нет. Мир, в котором живет Рамба – это совсем уникально. Там есть нечто подобное, но Рамба предпочитает в это не верить. Хотя знает, что бывает. Это, в общем, не когда вот читаешь его письма, получаешь без удовольствия. Он знает, что бывает, но он в это не верит. А здесь наоборот. Это вот такая реальность. Там рецепты, как разоблачить ведьму. Это вот те, кто говорят про темное средневековье, серьезно, забывают, что одновременно в одном и том же средневековье живет Иудах Халеби, где ничего этого нет. И в то же самое время живет Иудах Хасида, где все это есть. Говорят, все-таки, имея в виду христиан слегка, когда говорят, что это темно. Совершенно напрасно, потому что… Какое отделение? Смотрите. Можно я не буду сейчас умные слова говорить, но практика выглядит следующим образом. что, когда мы говорим о всевозможных бытовых бесах, можно я вот такой вот оборот предприму? Вот то, что дома бывает там. Домовой. Под мостом живет лантух, если я правильно помню, или тролль, если мы сильно северно заберемся. То поверьте, что если тролль живет под мостом для христиан, то он и в евреях там живет. И если тролль собирает налог из тех, кто проходит через мост, то он собирает равные с евреев и с христианом. Подожди, почему это? Я не очень понимаю. Тролль, потому что он и в Африке тролль, либо потому что те и другие в него верят, что он существует. Но как бороться с лантухом, который живет под мостом, описано еще у Альтер-Ребе вообще-то, для тех, кто не догадывается, как это устроено. А лантух, по моим представлениям, этот тролль и есть, только более заедший несколько южнее тех северных стран, где тролли появились. Это такой мостовой. Там идет описание про то, как у Альтер-Ребе это есть. А Альтер-Ребе, для тех, кто забыл, он умер в 1812 году. Очень легко запомнить. А у него это описание есть, значит, послушайте, Шефхей Бэшта кто-нибудь читал? На русском языке вышло вообще. Есть на русском языке Шефхей Бэшта. Это книга про слабление Бэшта. И там таких рассказов. Вот и маленькая тележка. А уж про духов в Шергородской синагоге только ленивый не знает. Это знает вся Европа про ночную службу в Шергородской синагоге. Посмотри, есть вопрос в чате с лиха на тему. Не было такого Бэшта, прогнал Бэшта, да вы что? Как хаббатники говорят. Ну, мало ли, что хаббатники говорят. Хаббатники, они в хасидизме являются отдельным. Тоже приятные от СМА. Люди, которые, понимаете, хасиды, которые занимаются не вот этим, а занимаются метафизикой, они же помешаны на метафизике. Ну, университетская терминология – это метафизика. Это сотга цымцум. О чем хаббатнику? Вот хлеба не давай, но надо поговорить. Сотга цымцум. Тайна сокращения. Ну и подобная вещь. Кстати, толково говорят очень. Я там могу посмеиваться, но говорят толково на эту тему. То есть они понимают, о чем говорят. Но они как раз про бесов, они как бы, да, не очень. Но, кстати, что в Хэй Бэшт книга вышла через хаббатских кругов вообще-то, чтобы было понятно. Ведь этих бесов полно, но она из хаббатских кругов выходит. Она оттуда и есть, то есть хаббатские вообще. Поэтому, чтобы они там не говорили по этому поводу. Можно вопрос? А по-моему, это зависит от того, на каком ты уровне, куда ты попадаешь. Если чуть-чуть подняться, то никаких бесов уже нет. Вы понимаете, тут очень сложно говорить на эту тему. Эта тема связанная, ну, я, в общем, скажем, связана с некоторым личным опытом каждого. Когда мы говорим на такие темы, это зависит от личного опыта каждого. И есть люди, которые такие вещи не чувствуют. Например, ну, просто вот у них отшиблено это чувство. И они там, является человек в дом и говорит, что плохой дом. И на вопрос, почему, через некоторое время говорит, что в нем дымового нет. На что другой человек, который ничего этого не чувствует. И есть люди, которые такие вещи как бы чувствуют. Я не знаю, как относиться к этому чувству. Вот тонкость выглядит так. А я откуда знаю, он чувствует или придумывает. Это же вот эта вот ситуация. Надо выгнать, почистить. Зачем? Не знаю, еще мешает. Да вообще-то наоборот, никому нищий не мешал. Вот там-то и дело. Обратите внимание. Есть люди, которые с ними живут мирно. А есть люди, которые с ними ссорятся. А есть люди, которые говорят, что их не существует вообще. Для которых их не существует. И с кем из них и как. Причем, я ведь не говорю о психах. Мне о психах говорить не интересно. Я не говорю о психах и психотных людей. Я говорю о нормальных людях вполне. Во всех отношениях нормально. Некоторые говорят, что они просто знают такие вещи. Некоторые говорят, что их нет. Некоторые при этом там правила, что о встрече с домовых не рассказывают. Оно как бы соблюдается с теми, кто с ними встречался. Ну и так далее. Поэтому обсуждение темы. Вот вы говорите, что человек, который повыше уровнем, он с бесами и духами не встречается. Вам могут ответить на это, что человек, который тупой в этих вопросах, с ними не встречается, он просто их не чувствует. Для этого, вот давайте я начну с некоторой истории. У садий Гаона есть понятие, которое он называет авиршини, второй воздух. Но вообще слово «авир» переводить как «воздух» в старинных текстах я просто не рекомендую. Это просто чаще всего неверно. А имеется в виду пространство. Вообще-то авир – это чаще всего пространство. Так вот, второй воздух, второе пространство для Рава Садия Гаона – это вот та самая проблема кабалы, с которую я начал, – это проблема взаимоотношений нематериального бога с материальным миром. Вот вопрос, как соединить абсолютно нематериальное с абсолютно материальным. Вот когда мы говорили о душе, то мы видим, что ведь все, кто более-менее всерьез занимается анатомией души, они как бы начинают выделять уровни. И говорят про пять уровней души от узла под престолом славы, то есть вещь практически нематериальная, ну не практически, просто нематериальная. И переходят к кнефеш, да, к низшему уровню души, в которой выделяют животную душу, которая, ну, если бы они умели говорить в этих терминах, когда они писали об этом, то сказали бы то, что там американцы несколько раз высказывались, я просто не знаю, как относиться к тому, что душа, ясно, что речь идет о животной душе, весит 4 грамма. Я как-то немножко ехидно к этому отношусь, но опять я же не взвешивал. Но, скажем, вот некоторые американцы утверждают, что они провели исследование и пришли к выводу, что душа весит 4 грамма. Понятно, что речь не идет о высших частях души, которые не очень-то материальные, поэтому на весах не взвешиваются. Да, но вам каким-то образом нужно вот это загустевание провести. Ну, давайте какой-нибудь пример, я не знаю, вот такие мои ассоциации, насколько они помогают. В рассказе про Узу и Шамхазая двух ангелов, которые стали доказывать Всевышнему, что они смогут жить на земле и не согрешить, то они, значит, кстати, вот христианский рассказ о бунтующих ангелах, он отсюда взял, он же еврейский, только они не бунтовали. Они, значит, спустились на землю, это вот падшие ангелы, рассказы о падших ангелах, это вот этот рассказ. В еврейской традиции это вот этот. Они, значит, спустились на землю и первое, что сделали, так как они ангелы и существа, значит, нематериальные от слова вообще, стали прилеплять к себе материальную землю, чтобы обрести какую-то материальность, потому что иначе понятно, что нематериальный ангел согрешить на земле просто не сможет, потому что, ну а как он может согрешить, если он нематериальный? То первое, что им нужно было сделать, это одеться в материю, вот с этого им надо было начать. Они с этого начали, и, в общем, дальше выяснилось, что они оба моментально обнаружили, что девушке это очень интересно, и, в общем, по бабам пошли, короче говоря. Дальше они против бога не бунтовали, они просто грешили. Им жили, как мирные человеческие грешников парочка таких, только с соответствующими возможностями ангельскими. Ну да, а потом один, когда, значит, произошел потоп, один из них совершил чуву, и так теперь висит между небом и землей, головой к земле, по-моему. Да, но вот я специально это рассказываю, ровно вот эта ассоциация о переходе материальности, она во всех этих вопросах ведь важна. Вот в истории с ангелами на земле они должны быть каким-то образом материализоваться, да. Знаменитый рассказ хасидский по поводу хасида, который попал в небесный суд, и каждый раз, когда ему говорили, что ты то, сё и это, он каждый раз отвечал, ну что я мог поделать, у меня была плохая жена. Раз ответил, два ответил, три ответил. На пятый раз кто-то из ангелов не выдержал говорить, что ты разве плохая жена, может, ты не можешь все грехи списывать. Значит, и за что небесный суд постановил, что они этого ангела спустят на землю, дадут ему очень плохую жену и посмотрят, будет ли он праведен. Значит, короче говоря, ангел через некоторое время жизни с этой жены смолился к Богу, лег к стенке, взнулся носом к стенке и умер, чтобы отсюда убраться и побыстрее. Но вот эта тема, она же, я вот специально на анекдотах ее рассказываю, но она же, это же проблема метафизическая абсолютно. Это та самая метафизика в полном объеме. Как Всевышний общается с землей? И вот здесь появляются вот эти два человека. Раф-Садия Гаон первый и Удага-Хасид второй. Значит, Раши делают формулировку, которую он употребляет, термин хамалах-агадоль, великий ангел. Как бы великий ангел, если, как мне кажется, вот я осторожность здесь некоторую проявляю, как мне кажется, это душа мира как бы. Вот по Усадии Гаона это тоже душа мира. Но при этом, например, вот что важно, это душа уже у Саадии, она более-менее материальная. Почему? Но она не для всех равная. Пророки, вот события пророческих видений происходят именно вот там. Вот в этом втором воздухе происходят события мистического мира. Пророки, вот в отличие от Рамбома, который считает, что пророки поднимаются в высокие миры, и то, что там происходит, переводят на язык земных образов, и это не имеет никакого отношения к тому, что реально происходит, потому что они находятся в мире, где материи нет уже, собственно. У Саадии Гаона события, которые видят ангелы, они, да, происходят. Они реально видят, но они происходят вот в этой самой во втором воздухе. И, собственно говоря, когда вы говорите, значит, теперь вот эта подводка, мне Андрей написал по поводу, мне всем, написал по поводу все эти персонажи, домовые лантухи и прочее, относятся к Ситро-Охро. Так Ситро-Охро – это изнанка мир, я вам перевожу на… Все настолько привыкли к обороту Ситро-Охро, что просто не замечают, что это изнанка просто означает. Но если вы говорите, что они происходят на изнанке, то они не происходят. Вы в тот момент, когда вы сказали, что домовые лантухи, вот это непоследовательно немножечко, в тот момент, когда вы говорите, что они происходят в Ситро-Охро, то они происходят. Вот здесь становится интересный момент. То есть они относятся к реальности. Наш мир не может существовать без изнаночной стороны. Все эти правила, зе, лу, ма, дзе, одно против другого сотворил Всевышний. Когда мы говорим, то наш мир не может существовать без изнаночной стороны. И поэтому от того, что они там существуют, вы их только что признали существующим. И тогда люди, которые имеют возможности, кстати, я напоминаю, что в Ситро-Охро на этой изнанке есть сияющая клепа, сияющая скорлупа, клепа нога, я перевожу на хороший русский язык, сияющая скорлупа, которая вполне доступна правильным людям и искры, из которой извлекать можно и даже нужно. Так что вы только что в тот момент, когда вы сказали, что эти персонажи относятся к «да», то тогда они реальность автоматически абсолютно останавливаются. Другой разговор, что вы можете утверждать, что они вообще не существуют. Кстати, я хочу напомнить, что без прогнозов всех бесов с земли основные хасидские ребес, не исключая хаба, регулярно занимались по субботам тем, что помогали бесам уйти с земли. Под бесами я в данном случае не прикаянных душами. Тут еще надо с терминологией договариваться, что мы как называем. Если бес – это непрекаянная душа, то одной из функций хорошего ребе хасидского являлось помощь вот такой непрекаянной душе попасть все-таки на конец, уйти с земли, суметь покинуть землю. Это одна из его обязанностей вообще. Но я хочу заметить, что когда мы читаем Шевхэй Бэшт или рассказы про Бэшта, то там вся эта реальность. Кстати, в рассказах про его современника, Виленского Гаона, таких историй тоже хватает. Очень наивные москилы 19 века считали, что они только у хасидов есть. У Виленского Гаона и той школы все это добро тоже было навалом, потому что они жили в одном мире, это не разные миры. Так вот, в тот момент, когда вы говорите, что у соседей христиан водятся какие-то черты домовые и прочее, то поверьте, что у их соседей евреев они тоже водятся. Это просто по-другому не бывает. Они живут в одной реальности. У них вера разная, а реальность одна. Почему-то мы не туда попали, хотя я собирался говорить про хасидея Шкнас, но все равно вот без этой стороны вопроса… Черт попутал, я думаю. Черт попутал, но дело в том, что как бы Рамбам, Юда Галеби, знаете, вспоминается замечательное высказывание Мошетако. Мошетако писал буквально, я просто цитирую о рабе Авраам Ибнезера, который утверждал, что никаких чертей не существует, в Англии в темном лесу встретился с ними, они его там и убили. Это, кстати, это самое древнее упоминание о смерти Ибнезера. Так вот, Ибнезера никаких чертей не существовало, он действительно об этом пишет. Но при этом мистик мистиком был редкостным мистиком при этом, человек совершенно мистического склада. Мошетако, он где-то лет через 60, по-моему, после Ибнезера жил, для него все это существует, и лучше тем более в Англии. Ну вот где они существуют, так в Англии все знают, что это существует. Вот, угол мира, в общем, где же они существуют, кроме как в углу мира. Англотерра, англ-угол, терра-земля, англотерра, угол мира. Само Бенезера это переводит прямо на еврейский нату-гол-лам. Понимаете, когда он написал, что я был в пенат-гол-лам, это в Англии так обозвал. Вот, угол мира. Да, где же им еще водиться. Да, но дело в том, что вот без этого, и опять, вот то же самое, вот я говорил, что Ибнезер то на гребне, то исчезает. Вот все эти темы про черти, бесов, все вот это, оно тоже идет волнами. Оно иногда исчезает весьма основательно. Время от времени оно вдруг вспыкивает как нечто. Кстати, для наших современников, кто пережил 90-е годы в России, ну, в России или там с информацией о России, я в 90-е годы в России не был. Но, значит, все эти рассказы про взбесившихся полтергейстов, да, вдруг неожиданно все это полезло в тяжелой форме, чтобы к нулевым годам исчезнуть. Ну, вот и такие вещи, но, поверьте, вот эти волны такого рода явлений, об этом же ведь не только такие люди вроде меня говорят, например, у Юнга об этом есть работы. То есть это вещь, тем, кто хоть следит как-то за душевным здоровьем общества, отмечают существование таких полных. Шарко это отмечал, например, это один из первых психиатров в истории. То есть это просто факт такой на местности. Насколько это реально, ну, это я уже, я же вам говорю. Я расписаться не могу об этом о таких вещах. Говорят то-то, иногда хмыкаешь, иногда как-то уж очень реалистично получается. Кстати, у ерунда Хасида очень реалистично. Вот у него все такие истории, какие у него там есть, они безумно реалистичны. То есть там хмыкать как-то не тянет. Подобным образом есть один человек, который такие вещи открытым образом писал. Это книга Ешманхелин. Ешманхелин – это 17-й век, по-моему. Это Германия. Он открытым текстом в таких вещах писал, но книга вышла очень маленьким тиражом. Ну, очень маленьким тиражом. И, скажем, в университетской библиотеке мне ее дали по часам только пользоваться. Вот не на день, а в читальном зале и по часам. Ее, как бы она, ее так шибко среди народа не распространяет. И это человек, который открытым текстом пишет, что он ни во что в этом не верит, чтобы тут же рассказать очередную историю, которая произошла в участнике, в которой он был сам. То есть это просто дива дает, что он сам, по-моему, не замечает, что он несколько раз расписывает, что ничего этого нет, чтобы тут же рассказать историю, в которой он был. Это книга посвящена не этому, но там нет некоторой записи дневникового типа. Значит, ну вот где-то вот так. Но вот Хасибиашкина, во-первых, значит, вот они разрабатывают ту самую теорию Квот Хатшен, и опять то же самое, она в некотором образом перекликается довольно сильно с идеей Сальди Гаона, которой я даже не уверен, что они читали эту идею, потому что по времени не проходит, она еще не переведена на иврин. К этой жизни, я думаю, что Евуда Хасиби не знал этой книги, просто она еще, по-моему, к его жизни не перевели книги, а он по-арабски заведомо не читал. Но там появляется та же самая подобная идея, только теперь это называется неавирвичный аквот Хатшен. Слово «кавот» опять место притыкания переводчиков. Обычно переводят слова, но все понимают, что там, где в Танахе говорится про аквот Хатшен, то мы всегда видим, что это какое-то материализованное явление нематериального Всевышнего, что-то вот такое, да? Ну вот можете посмотреть всюду, где упоминается появление аквот Хатшен, и вы поймете, что это непонятно, это сияние или не сияние. Это явление вот то, что можно увидеть в материальном мире, максимум доступное в материальном мире. И как раз вот этой темой Иуда Гакасид и вообще вся вот эта школа Хатшен занимается. Если вы хотите, я в следующий раз могу, наверное, проще, чем пытаться вот так рассказать несколько сумбурно, зачитать несколько отрывков из книг этой школы Раби Элизара из Бормса и самого Иуды Гакасида. Я думаю, что мы так и сделаем в следующий раз. По-моему, проще зачитывать отрывки, чем пытаться вот рассказать такие вещи. Давайте вот на следующий раз я положу. По поводу Кавод у меня такой вот вопрос, как бы, Андре Мороа, я не знаю, знаком вы или нет, он знакомый, да? У него есть такое высказывание, у него там очень много любви и так далее, и вот он говорит, что из любого чувства может возникнуть любовь, кроме из уважения. Если уважение, если Кавод понимать как уважение, тогда не кажется ли вам, что из-за того, что как бы вот то живое чувство, которое искали хасиды, значит, литаим, как бы они нажимали на схоластику, на догматизм, как бы закрепить эти все, так сказать, позиции очень четко. Ну и сам Рамбом с этого начал, собственно говоря. То есть это знаменовало как бы отход от живой веры, вот, такой у меня вопрос. И с другой стороны, вот этот зооморфизм весь и все то, что у хасидов, понятно, что это было от того, что они жили среди этих народов и там рассказывали везде сказки, вы это все правильно сказали. Я тут согласен, что они просто искали путь к сердцам, как они считают, вот, через любовь прийти к Всевышнему, вот. Но вот меня все-таки, конечно, я опять-таки оставляю это на потом, может, самые-самые последние какие-то занятия. Меня все-таки интересуют не вот исторические такие вещи, а вот соотношение судьбы еврейства и судьбы Израиля. Вот сейчас как бы это ближе к нам, как бы вот, как это все связано. То есть не есть ли это какой-то, я не знаю, визу такой, вот, что вот продолжают учить гомору и никак это не сопоставляют с реальностью. Мы видим реальные проблемы в этом всем. Вот, как эта история, как она связана с конкретно, вот, уже более новейшей историей. Так мне интересно было бы узнать. То есть, если это когда-нибудь, можно будет рассказать об этом. Когда вы говорите, что из чуть гоморой, что это никак не связано с реальностью, с не реальностью, а актуальными проблемами, давайте мы немножко говоримся. Вы не чувствуете этой связи. Эти люди эту часть чувствуют. Вот вы и расскажите это, я хочу узнать. Дело в том, что гемара – это ведь стиль мышления. И когда вы говорите, что эти люди не чувствуют, поймите, течение, как меняется голова в течение времени, будучи неизменной, она меняется. Но вот все-таки у евреев действует не правило, что нельзя войти в одну реку в два раза, а действует другое правило, что река-то все время, конечно, меняется. Это правильно, но при этом она остается той же рекой. Это правило Экклезиаста. Просто с этого начинается книга Кагелет, что все реки текут к морю, но продолжают течь по своему месту. Такое правило Кагелет, оно очень важно. И как раз этой стороне вопроса о том, как выводят, например, закон в связи с изменением обстоятельств, этому в Ишеве уделяется очень большое внимание. Другой разговор, что начинается все-таки все с базы. Если вы не знаете, как выглядит русская река, а любая река Галахи начинается с Сатамуда, и она является тем самым неизменным руслом, которое способно быть наполнено чем угодно, если вы этого не знаете, то вы не сможете просто дальше работать. Вы просто не почувствуете, что вас что должно превратиться. И это, по-моему, обязательно. Просто надо научиться читать гемару. Надо научиться читать гемару. Вначале приходится учиться формально. Как бы там, все-таки время Крым встречается с разными учителями, которые говорят, что вначале, учат Мишну желательно наизусть. Причем из очередных вопросов детям совершенно не рекомендовано по ней задавать, потому что все равно не оценят. А просто хорошо знать текст. Потом, ну это как вот с математикой. Для того, чтобы решать интересные задачи про математику, все-таки приходится выучить таблицу умножения. Все-таки, ну вот, это не самое веселое занятие на свете, я понимаю, что таблицу умножения. Обязательно невозможно. Как писал один американец по этому поводу, что в математике бывают очень интересные вещи для тех, кто знает хотя бы таблицу умножения. То же самое с гемарой. То есть прежде чем научиться выуживать оттуда что-то актуальное, неплохо бы ее выучить, научиться учить. Понятно, что не всем дано. Не в том смысле, что некоторые тупые. Это неправильно. Я согласен с этим. У всех устроены мозги так, чтобы это воспринимать. Они умны, но для них это как бы не путь. Вот Раф Ашлаг, когда говорит там при изучении кабалы, он всегда говорит, что начинать надо, ну, года два-три посвятить изучению гемара. И если человек не видит брахи на этом пути, вот обратите внимание на его аккумулировку, если человек не видит брахи на этом пути, тогда можно перейти к кабале без гемара. Но попробуйте посмотреть, будет ли вам браха на этом пути. Вот это понимание. Обратите внимание, я ведь не придумываю все это. Я ссылаюсь на каббалиста, одного из главных каббалистов прошлого века, который говорит, ну, проверьте, будет ли у вас браха на этом. Они всем даны, это все знают. Это ни для кого не тайно, что есть люди, для которых пути гемары не подходят по разным причинам, связанных. Очень трудно говорить, все люди разные. Некоторые правила, все люди разные. Общему правилу дать всем. По этому поводу связь гемара с современным Израилем, да, есть. Другой разговор, когда вы говорите о чем-то конкретном, как это суметь, ну, это уже такое. Я не говорю о конкретном смысле теоретически, я говорю реально, взять пример какой-то. Например, Равкук, он стоял как бы одной ногой в хасидизме, а в другом, значит, в литовской школе. Вот. И, в принципе, идеи какие-то, которые, насколько я понимаю, идут от него, что, в общем-то, само учение, даже учение Торы, в общем-то, оно как бы не через него передается вот это вот какая-то, значит, какой-то толчок, какая-то связь времен, какое-то развитие еврейства, да, он как бы был свидетелем того, что возник сионизм, и пришли люди, которые не учили тур классический, как мы это понимаем, хотя они были очень знакомы с еврействами, понимали, но они никак не, у них никак это не было связано, они последние. Натан, извините, пожалуйста, я подозреваю, что нужен кто-то из религиозных сионистов, который сможет такие вещи объяснить. Было бы интересно. Я не, я к этой школе, хотя я учился пару лет в сионистской Ешиве, тем не менее, она не стала моей. Для меня моей осталась литовская. и это не значит, что она плохая. Она очень одна из лучших, и там лучшие мыслители того времени нам преподавали. Я безумно благодарен, я время от времени с ними поддерживаю отношения, и я очень благодарен тем учителям, но вот говорить на эту тему я просто не умею. Ну, понятно. Это так же, как прав Соловейский. Я предлагаю Натану просто найти человек, который эту тему хорошо владеет и в состоянии ее рассказать и передать, потому что я не в состоянии такие вещи передавать. Это как бы ограничение, поэтому про государство, сионизм, иудаизм это не ко мне напрочь. То есть я здесь ну ничего сказать толком не могу. Ну такого содержательного. Понятно. Спасибо. Я понял. Я честно просто признаю, что это очень далекая демократия. Да. Понятно. Хорошо. Окей. Честный ответ. Ну хорошо. Тогда с чертями на сегодня закончили, правильно? Ну да. Окей. Ну хорошо. Можно сказать шаббат шалом, правильно? И всем шалом. И всем шалом. Спасибо. Спасибо, Мир. Спасибо. Шаббат шалом. Пока-пока-пока. Пока-пока.